Народ, всем привет! Я в красных штанах, а это значит пришло время дроп-теста iPhone 16 Pro Max, который прямо сейчас, за день до старта продаж, можно купить плюс-минус за миллион рублей. И мы сейчас его разобьем об плитку. Мы в нашем любимом переулочке рядом с Российским географическим обществом, где мы уже много лет подряд бьем не только айфоны, но разные телефоны, а значит у нас уже есть экспертиза. И сегодня Apple заявляет, это тот самый, кстати, телефон, который мы царапали, поэтому все будет честно, и они говорят, что у них самое прочное стекло на рынке, что это керамик-шилд нового поколения, что он на 50% лучше, чем первое поколение. У нас после скретч-теста веры в это нет, но возможно он сейчас будет охренеть, как держать себя с точки зрения устойчивости к падениям. Но я убираю этот телефон в задний кармашек и прошу заслать мне новый, запакованный, красивый, потому что один телефон за миллион рублей это мало. Нужно два. И ты берешь его, достаешь, и нет, мы не будем бить свежий красивый, мы на него будем снимать 4К, 120 фпс, Dolby Vision, вот это все, чтобы вы кайфанули от того, насколько он умеет в замедленную съемку. Ну и, конечно, сравним это все с iPhone 12 Pro Max, у которого керамик-шилд первого поколения, он с него, собственно, и начался. Заваривать что-нибудь вкусненькое, поесть, попить. Поехали! iPhone 12 Pro Max, первое поколение керамик-шилд, поцарапанный. iPhone 16 Pro Max, последнее поколение керамик-шилд, также поцарапанный. Многие скажут, а подожди, они же поцарапаны, а значит, целостность стекла нарушена. Но вот мы как раз и проверим в режиме эксплуатации, когда стекло один хрен поцарапается, как они себя покажут. И обратите внимание, я только сейчас увидел, насколько толстенные рамки у 12-го поколения. Вот здесь как раз за несколько лет ощущаешь, как все изменилось. Ну и, как говорит Apple, керамик-шилд находится только на фронтальном стекле, поэтому мы сразу сходу вообще бахаем, как обычно, где-то с метра, об плиточку экраном вниз, смотрим, что произойдет. Готовы? 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 Все молодцы! Поехали! Вот так вот происходит. И, собственно, чего и следовало ожидать, он поцарапался немножко, именно коцки произошли, но стеклу ничего. То есть он выдержал падение, даже будучи поцарапанным, керамик-шилд свою функцию выполняет. Тот же самый тест для iPhone 16 Pro Max. Его немножко заваливает, да, во время падения, поэтому он, скажем так, коцается именно частью корпуса и частью экрана в большей степени. Ну вот вам, пожалуйста, да, то есть, опять же, абсолютно цел. В большей степени пострадала даже окантовка за счет нового дизайна. Первый тест у нас эмулировал, если вы вдруг не узнали, вариант, когда вы достали его из кармана, и он у вас выскользнул из руки. Второй, если вы говорите, и он у вас падает, соответственно, от уровня уха, в моем случае это порядка трех метров, просто я достаточно высокий. Поехали! Ну, он опять упал на грань. А, как мы знаем, сталь достаточно хорошо держит удары. И да, никаких проблем, опять же, нет. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть вот здесь откололся кусок, но просто он упал прямо в это место. Хорошо быть слепым. Пока ты шел, он треснул, прикинь. То есть, вот отсюда, этого только что не было, он так-тык-тык-тык-тык. И вот у нас, собственно, пошла трещина. Но это вот момент удара. И он даже не столько в стекло еще раз прилетает, сколько в рамку. И вот она, трещина. Экран все еще работающий, но он уже прям конкретно треснул. Все это можно поменять, кстати, в сервисе заменой стекла. Не матрица, а срезается лазером стекло, наклеивается новое. И вуаля, вы за небольшие деньги получили, так сказать, ремонт. Поехали. Та же самая экзекуция для нового айфончика. Где-то с трех метров. Сейчас я возьму, что хочет, чтобы он экраном, конечно, упал. О! Наконец-то есть контакт. Наконец-то падение непосредственно на экран. И знаете что? Ну, какие ваши ставки? Делайте ваши прогнозы. Ничего вообще. Вообще пофигу. Да, он также упал на кромку. Он также приземлился вот здесь вот местами. Но телефону хоть бы что. Это вот глубокие царапины с прошлых тестов. Но с точки зрения контактов, вот он падает на эти грани. А экран остается абсолютно целым. Ну что ж, старый айфон у нас уже выбыл. Давайте еще раз протестируем новиночку. Снова примерно с того же расстояния. Бахнем его об плитку. Посмотрим, что будет на второй раз. Ну, давайте так. Еще несколько лет назад я был бы уверен, что там хана во экрану. Сейчас, ну опять же, напишите в комментариях, насколько вы умеете предугадывать трещины на айфонах. Причем не просто, а смотри, отлетел шлейф. В этом месте у нас пятно контакта. Отлетел шлейф, и экраном можно пользоваться. Но вот эта полоска... Есть какие-то китайские умельцы, которые могут это порешать. Но по факту это замена экрана целиком с матрицей. А это, ребята, 60-70 тысяч рублей. Просто сейчас минусанулись в деталь, понимаешь? Дорого! Ну и что, он пережил типа на одно падение больше? Насколько керамик шилд в этом плане молодцом? Черт ее знает. Не знаю. Без защитного стекла это все баловство. Вот что я хочу сказать. Теперь проверим заднюю крышку. Здесь сразу берем высоту, как положено, и смотрим. Про керамик шилд задний ничего не сказано. Что за стекло, непонятно. Также оба более-менее поцарапанные. Тестируем. В том числе и защиту камер посмотрим. Сами линзы стали больше. Поэтому как это влияет на всю движуху? Узнаем. Ready. Да что он падает-то на грань все время, а? Старый айфон его как-то перекашивает, и он просто летит вообще не ту сторону. Давай еще раз сразу. Падай как надо, брат. Вот другое дело. Ну и вообще пережил падение без проблем. Раз, два, три. Вот они, три пятна контакта, где он приземлился. Да, сама сталь немножко поплыла. Да, здесь вот кромка линзы коцнулась, но все это вообще мелочи жизни. При таком падении на такую агрессивную поверхность, я считаю, что это отличный результат. Дорого. Кроме охренеть какого-нибудь дешевого прайса на замену экрана, камеры тоже поменять на новых айфонах охренеть как непросто. Ну, проверяем. А что это было? А че он так это... Он прям отпрыгнул. Ну и все. Вот те и увеличившиеся диагональ, понимаешь? 6,9 парусность повышенная. Я не знаю, он с каким-то диким вообще флексом отторобанил от плитки. Ну и вот, собственно, бф. И здесь опять, смотри. А, оу, вау. Еще и линза разбилась. И здесь треснуло поперек. Ну какого хрена, почему телефон по четырехлетней давности лучше себя чувствует, чем новый, нарядный и так далее. Да фак. Что я хочу сказать? Конечно, это воля случая. Нужно всегда помнить, что любой дроп-тест это, ну вот как повезет, он может пять раз упасть абсолютно окей, потом свалиться с дивана на ковер и просто рассыпаться в труху, потому что усталость стекла, потому что ровно в этом моменте вот эта точка G находится. Хрен поди разбери, но как будто мы увидим, что какого-то бешеного прогресса по защите нет, и то тему, которую я разгонял в скретч-тесте, посмотрите его по ссылке в описании, здесь стоит повторить, вот эти рассказы на 50% лучше, чем первое поколение, лучше, чем любое стекло на рынке, это все вообще шизометрика такая, нужна шкала конкретной прочности стекла, она на самом деле даже существует, и хотелось бы, чтобы Apple и другие производители начали ее внедрять, чтобы мы четко понимали, какому уровню соответствует это стекло, а не просто маркетинговый булшит, тем это самое прочное стекло на рынке, нихрена, и если вы хотите, поставьте лайки, мы протестируем iPhone 16 Pro Max против какого-нибудь свежего Galaxy S24 Ultra, Pixel 9 Pro и прочее-прочее, будет интересно посмотреть, как они себя покажут в сравнении с iPhone, потому что видите, много факторов влияет на то, как телефон себя ведет, и его вес, и его размер, и конечно же материалы, которые применены, не знаю, я, честно говоря, разочарован, вот я помню наши ощущения от как раз 12-х iPhone, они были крепкие, здесь, что фронталка разбита даже больше, понимаете, этим можно пользоваться, этим пользоваться нельзя, у нас полетел шлейф, а, шлейф, кстати, восстановился, ура, шлейф вернулся, но все равно он сильно разбит, и сзади тоже, ну то есть, камон, и камера треснула, это все что-то больно как-то для самого, блин, защищенного смартфона на рынке прямо сейчас, ну а я вас призываю переходить в наш телеграм-канал, потому что там мы разыгрываем всякие айфоны приятные, если у вас нет возможности его купить, испытайте свою удачу, может быть, вы сможете его выиграть, а с вами был Вилсаком, надолго не прощаюсь, потому что я с *** айфонами 16-ми, пока.